Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про набор акварельных маркеров. Про мой любимый набор. Я уже снимала про него короткие ролики, но думаю, что он достоин полноценного большого обзора. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать мои видео, если вы хотите продолжать их видеть и видеть чаще. Для вас это не сложно. Пару секунд поставить лайк, написать комментарий, но для моего канала это большое дело. И также напоминаю, что подписаться на мои соцсети, найти курс по портрету карандашом и, допустим, заказать портрет вы можете по ссылкам в описании к этому видео и в шапке профиля в ютубе. Ну а мы начинаем! Ну что, начнем, конечно, с внешнего вида, с оформления, потому что упаковка здесь это отдельная история и не поговорить про нее было бы, конечно, упущением. Пластиковый корпус с выдвижной крышкой. Самое прикольное, что ее можно использовать как подставку. И это действительно очень удобно, потому что ты сразу видишь все маркеры и все цвета, и ты с легкостью можешь выбрать нужный тебе цвет. Ну и, конечно, удобная ручка. Ты можешь переносить этот набор как такой небольшой чемоданчик с арт-материалами. Плюс доставляются они еще в дополнительной картонной коробке, поэтому вы будете точно уверены, что с вашими маркерами в дороге ничего не случится, так как есть двойная защита из коробки и вот этой прочной пластиковой упаковки. И когда первый раз берешь маркеры в руки, самое прикольное, конечно, что бросается в глаза, это их размер. Они тоненькие, легенькие, очень удобно лежат в руке. Вот можете сравнить размер, но корпус примерно в два раза тоньше. И как раз-таки обратите внимание, что нумерация акварельных маркеров совпадает с нумерацией спиртовых маркеров. Это очень удобно, особенно для тех людей, кто довольно много рисует скетчи и уже знает примерно какой номер, какой цвет обозначает, и не придется запоминать это в этом наборе акварельных маркеров. Здесь два наконечника, пуля и кисть. Посмотрите, кисти какие красивые. Сами наконечники очень длинные, но и по форме мне не нравятся. Кисти очень хорошо контролируемые, упругие. Сама кисть, она не очень мягкая, что позволяет довольно хорошо контролировать процесс нанесения, контролировать острый кончик, потому что он не будет прогибаться, и контролировать, конечно, широкую часть. Да, она податливая, но при этом легко контролируемая. Ты действительно без труда сможешь сделать линию разной толщины. Второй наконечник пуля, вот насколько он тоньше, чем у обычного спиртового маркера. Пуля классической формы дает довольно тонкую линию не больше одного миллиметра, я бы сказала где-то 0,6-0,7 миллиметра, скорее всего. Конечно, тоже толщину можно варьировать за счет нажима, но в среднем примерно так. Для тонких деталей этот наконечник идеально подходит, потому что все-таки, согласитесь, в спиртовых маркерах пуля не всегда даст нам ту тонкую линию, которую мы хотим. Для сравнения, спиртовой маркер. Выкраску цветов я уже неоднократно показывала, там в коротких видео не раз снимала обзор на эти маркеры. Поэтому сейчас можете оценить уже готовую подсохшую выкраску с номерами. Можете оценить, во-первых, размываемость цветов, ну и, конечно, наполнение самой палитры по цветам. По поводу размываемости, все маркеры размываются идеально, за исключением двух оттенков. VG5, изначально он серый, и, как вы видите, серый след от нанесения маркера остался, но размывается он в какое-то коричневое пятно, и след немножко остается. Да, границы, пусть четких границ нету, то есть границы уходят, но все равно вот этот силуэт пятна, он просвечивает. Все остальные цвета размылись абсолютно идеально, и даже некоторые гранулируют в разные оттенки. Допустим, очень красивый 73-й, он из такого сиреневого в более синий холодный переходит, и наоборот. VG9, тоже из какого-то бордово-коричневого в синий-серый, очень красивые оттенки. Но, конечно, важно понимать, что это не конкретно для этих маркеров, а в целом для всех акварельных маркеров очень важна изначально сама бумага, на которой вы делаете размытие. Допустим, выкраска сделана в альбоме Палаццо акварельном, здесь 250 грамм на метр плотность бумаги, и написано, что она 100% состоит из хлопка. На ней маркеры размываются просто отлично. Также себя хорошо ведут маркеры на самой бюджетной акварельной бумаге Flora, такая оранжевая папочка. У меня ее с собой, к сожалению, нет, но она везде продается, в Леонардо, в офис магии, даже в Читай-городе. Очень популярная такая бумага, я прикреплю обязательно фотографию. Я тоже делала короткий ролик по поводу размываемости акварельных маркеров на разных акварельных бумагах. Сейчас его прикреплю. Меня просто поразил. Я просчитала стоимость одного листа. Первый вариант, это самая дешевая бумага. Но главный ее минус, она тонкая, 160 грамм на метр квадратный. Но пигмент очень хорошо размывается. Второй вариант дороже, более чем в два раза. И эта бумага оказалась самой плохой. Но, по крайней мере, маркер на ней совсем не размывался. А последний вариант с фактурой. Показал себя идеально. Это тоже дешевая бумага, но она плотная и красивая. Я выкрашивала просто цвет и делала смешение желтого и синего. Самый дорогой вариант еще и повело сильно, хотя лист достаточно плотный. Здесь однозначно выбор очевиден. Название этих бумаг я закреплю в комментариях. Давайте рассмотрим основные приемы в акварельных маркерах. Первое, конечно, это просто однородная заливка, так же, как и в спиртовых маркерах. Причем ее также можно наслаивать и за счет этого усиливать тон. Главное много раз не водить по сырой бумаге, или иначе она начнет скатываться. Поэтому, если вам нужно усилить тон, вы просто дожидаетесь, пока слой просохнет, и наносите следующий слой. Конечно, они не такие прозрачные изначально, как спиртовые, но, однако же, растяжку все равно можно сделать. Ну и, конечно, самое главное и самое интересное их свойство – это размытие водой. Что еще важно знать, чтобы маркеры хорошо размывались? Конечно, не давайте им полностью высохнуть, впитаться. То есть, допустим, вы нанесли цвет и начали его размывать через неделю условно. Конечно, тогда пигмент маркера въестся сильно в бумагу. То есть, старайтесь наносить небольшими участками. Если вам нужно их размывать, то делайте это сразу. И если вы размыли цвет, и он высох, то когда вы начнете размывать второй раз, уже у вас ничего не получится. В принципе, и акварель она тоже бывает так, что въедается, и уже повторно после высыхания еще раз размыть ее довольно сложно. Но с маркерами это практически невозможно. То есть, их нужно размывать изначально в то пятно, которое вы хотите видеть на финише. Также вы можете делать этими маркерами, конечно, градиенты. Градиент можно делать, как и за счет наслоения. Вот вы видите, синий я смешала с желтым. Даже без использования воды мы уже получили красивый зеленый оттенок. Ну и, безусловно, конечно, самый красивый градиент у вас получится, если вы еще, ко всему прочему, размоете это водой. Для размытия можно использовать самые обычные кисточки, которые вы используете для акварели. Белочку, либо синтетику. Ну и, конечно, очень хорошо с маркерами с этими работают кисти с резервуарами. То есть, такие кисточки, где у них есть специальный резервуар, вы туда заливаете воду. И за счет нажима и касания с бумагой вода начинает плавно вытекать. Почему это удобный формат? Вы можете взять этот набор с собой маркеров и взять эту кисть с резервуаром. И все, вам для работы больше ничего не понадобится. Это отличный походный вариант. И вы можете сделать зарисовку, сразу размыть ее, не придется с собой брать стаканчики, полноценный набор акварели и так далее. То есть, как аналог акварельной работы, маркеры плюс кисть с резервуаром. Не пугайтесь также, если у вас цвет не идеально размылся, когда слой влажный, еще не полностью растекается предмет. И в процессе высыхания он максимально растворяется. Поэтому всегда смотрите на готовый финиш, когда уже пятно абсолютно сухое. Тогда будет понятно. Ну, конечно, здесь, как и в акварели, эффект таких разводов будет зависеть от того, какое количество воды вы добавите. Здесь можно также работать по-сырому. Единственное, когда вы вводите наконечник в воду, он потом как бы забивается немножко водой. И нужно какое-то время, чтобы его расписать. Но самое главное, что здесь, как и в акварели, можно добиться много разных красивых акварельных эффектов. Вот что я имею в виду. Как видите, первые слои, первые мазки, они довольно прозрачные. Поэтому какое-то время нужно, чтобы расписать маркер. Но, опять же таки, это можно использовать как специальный прием, когда вам нужно, например, добиться какого-то плавного перехода и градиента. Именно от прозрачного к насыщенному, без использования воды. Как вариант, допустим, заливка по небу. Ну, или где-то просто для получения плавного перехода. Опытным путем я поняла, что мы можем один цвет из наконечника переливать в другой, чтобы, опять же таки, добиться этого эффекта. Допустим, добавим немного красного пигмента в желтый наконечник. Добавляю чуть-чуть в самый кончик. Маркеры стараюсь держать вертикально. И теперь давайте проверим, что получилось. Как вы видите, сначала как раз таки и идет этот красный пигмент. Потом мы, по идее, должны получить плавный переход в оранжевый при смешении красного и желтого. И потом выйти на чистый пигмент самого маркера, то есть в желтый цвет. Очень красивый переход получается. Это интересный прием. Пользуйтесь с удовольствием. Можно все цвета в акварельных маркерах так между собой смешивать. Потом, чтобы почистить наконечник, достаточно пропитать его влажную салфетку. Либо также просто счистить первый слой вот этого пигмента, а какую-то бумагу расписать его отдельно. Вот, кстати, как красиво высохло наше пятно. Получились очень интересные акварельные разводы. И сейчас вы можете видеть скетчи, которые были выполнены этими маркерами. И вообще у них есть два варианта наборов. Это 24 штуки и 36 штук. На самом деле 36 цветов вполне предостаточно для того, чтобы выполнить абсолютно любой сюжет. Вы можете видеть, насколько скетчи разные по цветовой гамме, в целом по исполнению. Почему? Потому что в отличие от тех же спиртовых и акриловых маркеров, вы можете добавить несколько отдельных оттенков на определенный участок и за счет воды их перемешать. То есть, по сути, как через палитру в акварели, здесь также сразу вы можете смешивать оттенки на бумаге. В лимонах, допустим, естественно, такого чисто зеленого красивого оттенка нет в наборе. Я просто брала желтый, брала коричневый, брала зеленый и сразу по чуть-чуть добавляла на палитру. И получался очень красивый такой нужный природный зеленый. Работать можно по-разному. Можно как сначала наносить один оттенок, размывать его, потом добавлять другой, размывать его. Но мне даже больше нравится наносить сразу все оттенки, которые я хочу использовать, и размывать их вместе. Так у вас не появится каких-то ненужных границ в работе от высохшего пятна маркерного. И для этого видео я решила сделать небольшую зарисовку такого цветочка. Я думаю, что это мак. Вот смотрите, сначала я взяла красные оттеночки, чуть-чуть добавила оранжевых, потом все вместе размыла. И взяла уже более темный такой винно-коричневый оттенок, номер один он, и в акриловых маркерах тоже. Добавила его всего лишь на контуры. И также чуть-чуть от четкой границы размыла вниз градиентом. Какие-то места, так же как и в акварели, можно оставлять вообще прозрачными, не закрашивая, чтобы остался воздух в работе. Ну и допустим, для получения нужного зеленого оттенка я еще сюда добавляла такой желтый охристый. И за счет тонкого наконечника я даже смогла прорисовать вот эти вот небольшие колючки-шипы на стебелечке. Они получились очень тонко и изящно. Друзья, я думаю, что обзор получился довольно интересным. Жду от вас обязательно ваших реакций. Пишите в комментариях, какие еще материалы вы хотели бы увидеть на моем канале. Я обязательно покажу их в следующих видео. Ну а ссылка на эти маркеры, как всегда, будет в описании к этому видео и в закрепленных комментариях.